МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улучшения могут привести к трагедии, но не все это понимают. Газовики провели рейд, в ходе которого выявили незаконные подключения к сетям. Товары от производителя. В Махачкале прошла первая в этом году сельхозярмарка. Футбол для всех. В спортшколе Миноборнауки Дагестана стартовали тренировки для детей с синдромом дауна и аутизмом. Почти две тысячи обращений, поступивших на прямую линию Сергея Меликова, уже исполнены или находятся на стадии реализации. Об этом сообщает Управление информационной политики и Пресс-служба главы Дагестана. Согласно данным, 1979 запросов были взяты на контроль. На сегодняшний день приняты меры и даны письменные разъяснения по 926 обращениям. Остальные на рассмотрение. Между тем, Меликов поручил руководителям городов и районов организовать собственные прямые линии с населением. Такой формат, по словам главы региона, позволяет выявить актуальные проблемы и оперативно их решать. И уже в ближайшие месяцы главы муниципалитетов должны ответить на беспокоящие граждан вопросы в прямом эфире. Извечно наболевший вопрос для многих. Это, конечно, жилищный вопрос, для решения которого зачастую отчаявшиеся люди идут на крайние меры. Так в Каспийске прошел стихийный митинг жильцов нескольких общежитий. Дело все в том, что взамен на ветхое жилье им обещают квартиры новостройки. Казалось бы, вот оно решение, но не все так просто. Люди возмущены, а чем выяснял наш корреспондент Карим Гомаев. Ему слово. Помимо ненадлежащих условий, в которых жители находятся уже много лет, добавилась и проблема с их расселением. Как считают сами жильцы, процедура специально затягивается и их пожелания о будущем месте строительства не учитываются. Минстрой давал отписки о том, что даже в последний раз они пишут администрации города Каспийск формируется муниципальная программа, адресная программа по переселению граждан. Однако на сегодняшний день ее нет. Мы даже были, это 28-го, 27-го граждане были в Минстрой, они сказали, Каспийск опаздывает, они должны были в октябре передать сведения, до сих пор не передано. Нет школ, нет школ, нет поликлиник, нет инфраструктуры, даже дорог нормальных нет. Поэтому люди говорят, мы привыкшие здесь в центре жить, мы трудились на благо города, мы трудились на заводах для того, чтобы сегодня опять идти туда, не обжитое место, и ждите им. Говорят, ну ничего, через лет 10, администрация говорит, там будет хороший район. Людям уже по 60-70 лет, они еще 10 лет доживут ли. Предложенные муниципалитетам новые места для строительства людей не устраивают. Они настаивают на поиске более приемлемых вариантов. 37 лет я в заводе работала, вот заслужила вот эту маленькую комнату. Теперь вот больным, вот куда идти, вот не знаю. Теперь говорят, что у нас какой-то кирпич не дает, откуда тогда дает. Мы старые люди, вот куда кирпич не идти. Осыпающийся снаружи фасад, обшарпанные подъезды, треснувшие стены и вода, стекающая с потолка. И такая картина почти во всех семи общежитиях города. Жильцы хотят быть услышанными и на прошедшем стихийном сходе решили собрать подписи и обратиться с письмом на имя главы республики. Сколько мы ходили, вот как говорят, в администрацию. Вы придите, снимите и покажите, как мы живем. Как мы живем. Невозможные кухни, невозможная квартира. Кухном-то это невозможно. Страшно смотреть. Свой комментарий по ситуации дали и в администрации Каспийска. Чиновники говорят, что все действия проходят в полном контакте с жильцами общежитий и с учетом их мнения. И для того, чтобы процесс расселения шел ускоренно, нужно прежде всего понимание со стороны самих людей. Но, чтобы было понимание, не планируется построить один дом для переселенцев. Там будет строиться квартал, в котором, соответственно, будут на первых этажах строиться магазины, строятся аптеки и вся инфраструктура. Это произойдет в любом случае. Будет работать программа переселения, либо нет, школа там будет строиться. И также вкладов в строительство большой больницы. Конкретных сроков называть сложно, потому что существуют процедуры, конкурсы, разыгрывания. Но я думаю, что основные решения в течение трех лет будут приняты. То есть в начале строительства, в месте и так далее. И это зависит не только от нас, когда мы их переселим, а в том числе и от людей, которые согласятся на наше предложение. То, как будет согласованное предложение, тогда оно будет прорабатываться. Администрации рассматриваются и вариант строительства новых домов на месте старых. Но это требует более детальной проработки. Мы говорим о том, что какая проблема у нас. Большинство этих комнат, они размером 12, 18, 10 квадратных метров. При строительстве мы должны выдать от 28 до 35 квадратных метров. Соответственно, на этом же месте построить нужно не аналогичный дом, а в три раза больше. Вот построить в три раза больше дом, там нет возможности. Как сложится судьба жильцов ветхих общежитий Каспийска, покажет время. Пока же городские власти говорят, что ищут выход из ситуации, который устраивал бы всех. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Каспийск. Устранить риски и минимизировать возникновение аварийных ситуаций. Это стало основной целью отключения 42 городских объектов, незаконно подключенных к газораспределительным сетям. Стоит отметить, что многие из них уже неоднократно были отрезаны от голубого топлива, однако жители самовольно подключались вновь. Об итогах рейдовых мероприятий работников компании «Газпром» газораспределения «Махачкала» расскажет Ларианна Шамхалаева. Многоэтажный дом построен прямо на газопроводе. У нас нарушение охранной зоны. Второй газопровод – газопровод низкого давления, который подпитывает этот дом. Оба в ненадлежащем виде. Газовая затвижка, которая врезана в газопровод, диаметр 159, залита в бетон. Дальнейшее обслуживание у него невозможно для того, чтобы отключить газ и обслуживать многоэтажные дома. Газопровод высокого давления буквально пронизывает дом, а далее труба замурована в бетон. Это не только грубое нарушение, но и может привести к страшной трагедии – сначала к коррозии металла, затем к утечке газа. Проводятся работы по отключению газорегуляторных пунктов, которые установлены незаконно на газопроводе высокого давления диаметра 159, который на сегодняшний день проложен в бетон. Обслужить служба эксплуатации его не может, что может привести к пожароопасной и взрывоопасной ситуации многоэтажных домов на сегодняшний день. Но проблема не только в техническом обслуживании данного оборудования. Оказалось, что все четыре дома в поселке Сепараторный по улице Газопроводная в районе завода радиотоваров не имеют разрешительной документации на газификацию, а жильцы лицевых счетов для оплаты услуг газоснабжения. Согласно 549-му постановлению договор поставки газа заключается с потребителями. И согласно договору поставки газа потребитель использует газ в быту. А чтобы заключить договор поставки газа, одним из документов является договор технического обслуживания газового оборудования. Для чего это делать? Для того, чтобы поставщик газа должен быть уверен, что их газовое оборудование является технически в исправном состоянии. На сегодняшний день мы не знаем, что творится в этих квартирах. Мы даже туда не можем попасть, потому что, как мы понимаем, часто потребители самовольно устанавливают газовое оборудование, переставляют газовое оборудование. Это тоже является грубейшим нарушением. Поэтому даже при наличии всего пакета документов мы обязаны прикрыть подачу газа, если мы усваиваем какую-то аварийную ситуацию. В ходе рейда были отключены 36 многоквартирных домов и 6 индивидуальных жилых строений, которые потребляли ресурсы незаконно. Однако в компании пояснили, что главная задача избежать аварий, связанных со взрывами на сетях. Жильцов готовы вновь подключить к голубому топливу, но только уже согласно всем правилам и нормам. Жильцы данных домов знают, что они самовольно подключились. Нам даны были разъяснения о том, что им необходимо сделать, каким они образом могут узаконить газоснабжение и газопотребление. В первую очередь они должны обратиться к застройщику, у кого они приобрели эти квартиры, обратиться с заявлением для того, чтобы узаконить газопотребление. В случае отсутствия застройщика они должны избрать активиста одного, написать заявление, обратиться к газораспределению организации, в данном случае это ГУРГАЗ, газораспределение Махачкала, со всеми пакетом документов. Им объясняют, что им в дальнейшем необходимо будет делать для того, чтобы узаконить газопотребление. Всего с начала текущего года сотрудники Газпром газораспределения Махачкала выявили и устранили 423 самовольных подключений к сетям газоснабжения. Работники компаний напоминают, что за такое нарушение грозит административное наказание, а за повторное уже уголовная ответственность. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. К другим темам. Такой ярмарки в Махачкале еще не было. Более 10 тысяч посетителей и более 200 сельхозпроизводителей. В столице Дагестана прошла первая республиканская сельхозярмарка в 2023 году, приуроченная к Международному женскому дню. Аграрии из разных муниципалитетов привезли мясную, молочную продукцию, овощи, фрукты и многое другое. Качество реализуемых товаров контролировала передвижная ветеринарная лаборатория. А вот это фининг многофункциональный. Здесь можно посмотреть на фантификации и хлорода, и масла, и меда, и других продукций. Это тоже мы посмотрим. В популярность такие акции приобретают ввиду доступных цен и разнообразного ассортимента. Кроме того, на ярмарке было организовано угощение пловом и чаем всех желающих. Я даже, когда шла оттуда, я удивила столько народу, столько, ну, все хорошее. Я очень рада сегодня. В дальнейшем тоже так все, понимаешь, всегда делали люди, вот так ходили, смотрю, сколько народу. Очень хорошие цены тоже, нормальные, недорого. В магазине сравнительно с рынком. И о спорте. Дагестанские боксеры помогли сборной России выиграть в матчевые встречи у команды Белоруссии. Муслим Гаджимагомедов и Джамбулат Бижамов одержали победы в своих поединках. Турнир прошел в Самаре. Бижамов единогласным судейским решением был сильнее Александра Халаева. А Гаджимагомедов взял верх над Владиславом Смегляковым. Матчевая встреча команд России и Белоруссии завершилась со счетом 10-2. Футбол для всех. В спортшколе Миноборнауки Дагестана стартовали тренировки для детей с синдромом дауна и аутизмом. О том, как занятия влияют на ребят с особенностями развития узнавал Курбан Рагимов. Хорошо, хорошо, хорошо. Это первая открытая тренировка. Все начинается с разминки и других игровых упражнений. С каждым ребенком тренеры, в прошлом профессиональные футболисты, работают индивидуально. Побежали, побежали, давай, давай, бегаем. Секции футбола есть во всех городах республики. Но, к сожалению, этот спорт не всегда доступен для детей с особенностями развития. Проблему решают в Маркаровской спортшколе. Это благотворительная акция со стороны нашей школы для всех детей Дагестана. Такой программы в Дагестане еще не было. Это впервые. Упражнения стараемся подбирать такие, чтобы им было интересно. И заодно, чтобы это было им полезно для общих таких двигательных функций. У кого-то с этим сложности. У кого-то сложности с координацией, с вестибулярным аппаратом. Вот эти все моменты пытаемся путем вот этих упражнений немного так укрепить, улучшить, развивать. Занятия для особенных детей будут проводиться здесь на регулярной основе. После разминки – работа с мячом. Под чутким контролем тренера ребята готовы бежать и прыгать, чтобы попасть в ворота. На время тренировки, отмечают наставники и родители, дети забывают обо всех своих проблемах и заряжаются энергией. Нашим детям очень нравится. Они прям ждут день в день, когда это будет эта тренировка. Спасибо. Во-первых, в первую очередь я хочу поблагодарить наших тренеров, что они такое добро, такое тепло дают нашим детям. И такое мотивирует их. Они еще больше и больше. У них есть такое желание, что молодцы они, что создали такую команду, что замечают наших детей, что не дают им даже заметить, что они вообще не такие, как все. Занимаясь этими детьми, вот мы разговаривали с коллегами, мы получили такое удовлетворение внутреннее, душевное, занимаясь ими, потому что, наверное, которое мы не получали вообще никогда. Хочется сделать еще максимум больше для этих детей. Все, что от нас зависит. Я думаю, что дети довольны, они уходят в восторге, приходят с восторгом, хотят заниматься. Я думаю, если у них такое настроение и расположение, наверное, мы что-то делаем правильно. Первый шаг сделан, но на достигнутом в спортшколе останавливаться не намерены. Через некоторое время здесь хотят попробовать собрать команду, чтобы выезжать на соревнования. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Больше новостей смотрите на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Продолжение следует...